Магазин Виптайм представляет наручные часы Сунта Спартан Верст HR. Модель оснащена сенсорным дисплеем. Он цветной, стекло минеральное. На основном зефирблате показано текущее время, время восхода солнца, время захода солнца. Данная шкала отображает текущее время, днем она в виде треугольничка, а ночью получается темно сейчас. Нажатием боковой кнопки меняются показания нижнего дисплея. То есть процент заряда, это фаза луны, день недели, второй часовой пояс, время восхода. Посмотрим, что есть ниже. Активность за сегодня. Так, это пульс, график за последние 10 минут. Сейчас он найдется. Он достаточно наглядный. Здесь будет показано потребление килокалорий в час. Так, тренировка. Это здесь статистика по вашим тренировкам за месяц. Можно планировать тренировки на сайте mousecount.com Так, время восстановления после ваших тренировок. Анализ сна. Навигация. Вы можете сохранять определенные точки в походе, например, местоположение, где оставили машину. Потом выбрать эту точку. И часы покажут вам, в какую сторону двигаться, какое расстояние до этой точки. И приблизительное время в пути, учитывая вашу текущую скорость. Также можно создавать маршруты на сайте mousecount. Все это делается очень легко. Так, завершим навигацию. Маршруты в вашем местоположении. То есть, когда он найдет, он покажет ваши координаты и предложит сохранить эту точку или нет. И даст на выбор порядка 50 названий. Этой точке. Так, компас. Журнал ваших тренировок. Так, в часах есть таймер и секундомер. Часы соединяются с вашим смартфоном и вы можете принимать вызов на часах. То есть, когда вам звонит человек, нажимаете на экран. Если вы там, например, бежите в гарнитуре, сможете спокойно разговаривать, не доставая ваш телефон. Также приходят сообщения. Их можно читать непосредственно на часах. Предустановлено более 80 спортивных режимов. Бег, кросс, дорожка. В принципе, есть функции для любого вида спорта. Есть возможности интервальных тренировок. Они задаются в зависимости от расстояния, либо от времени. Собираете количество интервалов. Тут длительность, либо расстояние. И потом на восстановление тоже можно дать определенное время или определенное расстояние. Нажимаем на запуск. Здесь у нас получается показан суммарный набор высоты. Тут расстояние, здесь время тренировки, тут пульс. А также вот такой круг, напоминающий спидометр автомобиля, он показывает, в какой пульсовой зоне вы находитесь. Чем он дальше, тем более высокая пульсовая зона. То есть сейчас мы находимся в низкой пульсовой зоне. Вот эта штука, она такая светло-зеленая. Так, это этапы. Это помощник для контроля пульсовых зон. Можно его так назвать. То есть получается он показывает единицы. Это значит на первой пульсовой зоне, в самой легкой. Грубо говоря, для разминки. Чтобы перейти во вторую зону, нам нужно добавить 67 ударов в минуту. Также справа отображается время, которое мы провели в этой пульсовой зоне. В часах очень удобно отображать зону, не глядя даже на цифры. А получается, если пульс будет увеличиваться и переходить в другую зону, она дальше потом будет желтая, оранжевая, красная. То есть достаточно просто взглянуть на фон вот этой вот полоски. Можно вообще сцепливать и не всматриваться. Здесь рисуется пульс. Здесь навигация. То есть во время даже тренировки вы можете открыть предприятий на загруженный маршрут и пойти на этот маршрут или точку. То есть без разницы, или забежали куда-то там, нажимаете поиск обратного пути. Вот, и он вас и выведет назад по маршруту. Либо открыть точку, которую вы предварительно создали. Он покажет, куда вам двигаться, сколько вам расстояния и примерное время в пути. Стоп. Как вы себя чувствовали? Отлично. Здесь сводная информация по тренировке. Время. Сколько вы провели в каждой пульсовой зоне. Затраченные калории. Удалить. До заказа часов заходите на наш сайт viptime.ru Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok